Знаешь, Семён, я всё, конечно, понимаю. Посмотрев на Ульяну, я смутился. Идиот, помешайте совершать за какого-то событию. Ладно, встала, попрощалась и ушла. А я закрыл глаза и задремал. Разбудила меня музыка, призывающая пионеров на обед. Хотя она была тихой и доносилась издалека, мой организм сработал как чисто, и в назначенное время я уже стоял возле двери столовой. Где столкнулся с Ульянкой. Привет! А, да. А я уже поела. Она весь рассмеялась и убежала. Я не стал её останавливать. Который концов сказать было нечего. Взяв еду, я уже был направлен к своему излюбленному месту в углу, как вдруг меня кто-то схватил за руку. Садись-ка сюда. Голос Алисы прозвучал грозно. Но это же время как-то заискивающее. А что случилось? Поговорить хочу. Сказала она уже более мягким тоном. Ладно. Я с телоядом. А о чём? Ты же вчера был там, когда она устроила это глупое представление с простыней. Алиса, наверное, и брать не стоит. Ну, был. Это же... Это же... Она громко рассмеялась. Зачем всё это? Алиса мгновение укастала вновь серьёзно и присленно посмотрела на меня. У неё спроси. Нет уж. Раз у тебя спрашивают, то и ты отвечай. Не знаю. Огрызнулся я. Ты мне лучше скажи, почему вожатая на это никак не отреагировала. А как она должна была реагировать? Думаю, ты знаешь. Я скепрючески посмотрел на неё. Ну, она просто не поняла, кто это был. Да, дедуктивные способности Ольги Дмитриевны оставляли желать много лучшего. И потом... Это ты её принёс вечером? Нет, шекспировские эльфы! Издевательски сказал я. А что такое? Ничего. Она уставилась в тарелку и принялась сосредоточённо есть. И потом... Она ночью куда-то бегала и вернулась, а такая счастливая. И... Ты ничего про это не знаешь? Даже если знают те, какая разница. Она пристально посмотрела на меня. И есть мне разница. Неужели и она умеет беспокоиться о ком-то, кроме себя? Ничего такого не было, если ты об этом. Нет, я не об этом. Коротко ответила Алиса, не поднимая на меня глаз. Похоже, я сам заговорил на эту тему. Кстати, а об этом? Это о чём? Что о чём? Об этом! Об этом что? Попытался отжурчиться я. Ладно, смотри у меня, я за тобой слежу. Очень страшно. Грубо ответил я, взял поднос и встал из-за стола. Меня совершенно не пугали слова Алисы, пусть они даже и звучали как угроза. Интереснее были причины её беспокойства об ульянке. Из всех местных обитателей она была самой последней из тех, кто бы стал переживать за другого человека. Я вышел из столовой и попал в самое пекло. Солнце жарило так беспощадно, что под его палящими лучами нельзя было долго находиться. Стоило найти тенёк и прохладу. А самым лучшим местом для этого оказался пляж. Как ни странно, на пляже было немного людно. Возможно, большинство пионеров испугало спалящего зноя, а может быть они просто решили вздебнуть после обеда. Плавок я с собой не взял, так что просто сел под зонтик и принялся наблюдать за купающимися. Никого из знакомых не было, и это показалось мне даже к лучшему, так как появилась возможность спокойно посидеть и подумать. Прошло уже пять с половиной дней. А я... как я... как я тут? А что изменилось? Тачка необъяснимых, но совершенно не опасных событий, а в основном обычный пионерлагий. И от этого становилось только страшнее. Что же дальше-то? Ладно день, ладно неделя, а потом когда смена кончится? Мне ведь и возвращаться некуда. Может быть в этом времени я ещё и не родился? И того хуже. Пара минут поразмыслив, и над этим я вернулся ко вчерашнему вечеру. Странно, но сейчас волновал... Но он сейчас волновал меня куда больше, чем раньше. С одной стороны, мне хотелось что-то сказать. Проясни ситуацию. А с другой, я старательно избегал любой встречи с Ульяной. Поесть неправильным жестом, неправильным словом выставить себя дураком. Я закрыл глаза и ненадолго вздремал. Когда я проснулся, увидел рядом Лену. Красивый купальник. Давно тут сидишь? Просто я удивлённо. Не очень. Странно, но она меня не разбудила. Что-то случилось? Не знаю почему, но я был уверен, что она хочет что-то сказать, но не решается. Нет. А у тебя? И у меня нет. Уверен? Конечно. Я улыбнулся. А о чём тогда ты хочешь поговорить? Чёрт, чёрт, я ты взяла? Мне так кажется. Да нет, ни о чём. Насупил длительное молчание. А у тебя есть младшие братья или сёстры? Нет. А у тебя? А у меня нет. А почему тогда спрашиваешь? Просто иногда не понимаю детей. И я. Лицо Лены ничего не выражало. Ну, наверное, так и надо. В смысле? А как тогда себя с ними вести? Веди так, как считаешь правильным. Ну, в том-то и дело. И что я не знаю, что правильно, а что нет. Чем больше будешь задумываться, тем больше будет сожалений в случае ошибки. Так-то оно так, но от этого не легче. Я был несколько удивлён столь глубокомысленным изречением со стороны Лены. Конечно, всё это она говорила, как всегда, с застенчивостью и скромностью, да и в откровенность не пускалась, но всё же. Я это... Делать то, что первым бред в голову. Я рассмеялся. Первая мысль, как говорят, самая правильная. Ты веришь в это? Я не знаю. Мы ещё некоторое время просидели молча, а потом она встала. Ладно, мне пора. Спасибо за беседу. Не за что. Лена еле заметно улыбнулась. Я лёг и уставился на палящее солнце. Первая мысль, самая правильная, да? А если бы мне в голову пришло поцеловать её в ответ? Кстати, а что же мне тогда пришло в голову? Я мучительно пытался вспомнить, но ничего не получалось. Даже какого-то обрывка мысли не всплыло в мозгу. Прочем, в той ситуации я мог действовать только согласно словам Лены, так как всё произошло слишком неожиданно. Солнце медленно клонилось к закату, я встал и пошёл в сторону слововый, так как мой желудок напомнил, что даже участникам такой фантастической повести необходим регулярный приём пищи. На площади меня кто-то окликнул. Это был электроник. Он побежал ко мне, отдышался и сказал, Семён! С утра вроде был. Возьми. Он протянул мне какой-то ключ. Что это? Это ключ от нашего кружка. И зачем мне он? Меня Ольга Довитова попросила. В общем, я сегодня уже туда не вернусь. Ну а дай тогда Шуику. У него свои дела. Так возьми с собой. Не могу. Почему? Просто возьми. Да зачем мне он? Что я с ним буду делать? Потом мне отдашь. Слушай. Ладно, мне пора. Он впихнул ключ мне в руку и убежал. Всё же странно он какой-то. Впрочем, особого значения этому событию я не придал и просто положил ключ в карман. К столовой я подошёл ещё до начала ужина. К счастью, она была открыта, но еду ещё не давали. Я сел в дальний угол на своё любимое место и принялся сосредоточённо и крутить в руке зубочистку, не отвлекаясь ни на что. Вскоре появилось ощущение, что кто-то стоит рядом со мной. Я понял глаза и увидел Ольгу Дмитриеву. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга. А вам что-то нужно? Наконец-то начал я разговор. Знаешь, Семён, я всё, конечно, понимаю, но... Что? Удивленно спросил я. Думаешь, не знаю, что ты вчера ночью куда-то ходил? Ходил, это громко сказано. Так, вышел на минутку. Ну так что? А что такое? Я сначала тоже думал, что ничего, но всё же решил выяснить. Вожатая всё больше и больше охмурилась. Выяснили. Я так и не мог понять, к чему наклонят. Выяснила. И знаешь что? Для настоящего пионера это... Это... Это просто неприемлемо. Позорно. Постыдно. Но ещё и с ней... Она аж прекраснела от натуги. Даже не хочу слушать твои оправдания. Кажется, я начал смутно догадываться, о чём она говорит. Так что случилось-то, вы мне объясните? Тебе ещё хватает наглости? Ты! Судьяной! Теперь всё стало кристально ясно. Во-первых, я начал заводиться. Ничего там такого не было. Я... А уж я именно отношение ко вс... А уж я имею отношение ко всей этой ситуации в последнюю очередь. И ты думаешь... Во-вторых... Грубо перебил я её. Кто вам это сказал? Хотя ответ на этот вопрос был очевиден. Лиса. Ульянка бы не стала. А если бы даже... Ешилович иной раз надо мной пикануться, то сделала бы это гораздо раньше. За всё время, проведённое здесь, я уже неплохо её понял. Значит, остаётся только один человек. А какая разница? Нет уж, есть разница! Может быть, ты лучше объяснишь своё поведение? Ольга Дмитриевна несколько смутилась от моего напора. А нечего объяснять. Я резко встал и направился к выгоду из столовой. Семён, подожди! Услышал я... Вслед робкий лепет вожатый. Всё же, если с ней вести себя решительно, то и она не настолько уверена в себе. Итак, предстояло наконец разобраться с Звачевской. Пока её выхватки меня не касались или задевали, только косвенно я терпел. Подумать только, я ведь даже начал считать её не таким плохим человеком. На площади меня встретилась Славя. Не знаешь, где Алиса? Знаю. А что? Так скажи! Эти слова прозвучали явно грубо, но она, кажется, не обратила внимания. В музыкальном кружке? Славя оказались точны, и я встал Алису около музыкального кружка. Правда, с опрошлением Мику. Ничего не хочешь объяснить? Начал я с места в карьер. Нет, а что такое? Алиса мило улыбнулась. Ой, Семён, привет! Как хорошо, что ты и здесь. Может, тогда второе мы что-нибудь сыграем? У меня песня новая есть, знаешь? Конечно, такая весёлая тебе точно нравится, обещаю. Ну, любовь, что у нас из старого? Нику вмешалась в разговор. Ты не могла бы... Что? Она смотрела на меня с такой детской неприимающей улыбкой, что я точно понял, что у неё в голове зайчатки, мишки, кошечки, но нет ни малейших признаков интеллекта. Осуждаю. Нам с Алисой надо поговорить. Сказал я нетерпящим возражений тоном. Ладно, туда потом. Похоже, она расстроилась. В общем, наплевать. Итак. Я не понимаю, о чём ты? Обиженно сказала Алиса. И вообще, мне пора. Она развернулась и собралась уходить. А, погодите, так это с Алисой. А-а-а. Ладно. Ну, попытаться остановить словами тогда. Глупо останавливать не надо. Я думал, про Ульянку тут говорится. Да ладно. Эй, подожди. Она остановилась и вернулась ко мне. Я же тебя здесь убивать не собираюсь. Мы из-за лапа начали как шутку, но Алиса вздрогнула. Кто рассказал вожатой о том, что Ульянка ко мне ночью приходила? Не знаю. Жалобно завалилась Алиса. Мы с тобой об этом мудром взговали. Разве не так? Она ничего не ответила, только продолжала со страхом в глазах. Вот это меня. И самое главное. Зачем было придумывать всякие небылицы? Я правда не знаю, о чём ты. На её глазах показались слёзы. И тут меня словно ударило молнией. А если она правда не виновата? Почему я так сразу подумал о неё? Ведь нас могло... Ведь нас ночью мог банально кто-то видеть. Да и Ульянка могла сказать, чем чёрт не шутит. Точно? Словно спросил я. Да. Я задумался на секунду и этого времени как раз хватило Алисы, чтобы убежать. Единственным верным решением будет ещё раз поговорить с Ольгой Дмитриевной. Я нашёл её на колесе столовой. К тому времени солнце уже почти скрылось за горизонтом. Вернулся таки. Начала была она. Ольга Дмитриевна, скажите честно, кто вам про это рассказал? С Двачевской я только что разговаривала. А, ммм. С Двачевской я только что разговаривала. Это не она. Сама Ульянка не могла. Тогда кто? По правде говоря, я и сам толком не понимал, зачем мне знать это. Поначалу просто разозлился на лису, но сейчас... Ну... Она замялась. Какая-то странная девочка. Хм. Какая-то странная девочка. Но это всё равно не... Странная девочка. Ну, да, не из нашего лагеря похоже. И зачем ей вам об этом рассказывать? А мне откуда знать? Ольга Дмитриевна, но ведь это... Я глубоко вздохнул и отвернулся. Вот зачем так, очевидно, врать? Хотя, может быть, она кого-то защищает? Например... Чего? Не представляю. Ладно. Тивер сказал, я и быстрым шагом наперялся против столовой. Не было совершенно никакого желания дальше слушать глупой враньё Ольги Дмитриевны. Это Юля была. А ещё вожатая называется. Прогружённый в свои мысли, я шёл, куда глаза глядят. Чего стоим? Кого ждём? Услышал я весёлый голосок позади себя. Это была Ульяна. Ничего, просто. Похоже, установить информатора Ольги Дмитриевны всё же не удастся. Да и вчерашний случай, вроде бы, кое-как замяли, так что я решил больше не думать об этом. Какие планы на вечер? Никаких. После всех своих оголтелых попыток докопаться до правды, я чувствовал какую-то необъяснимую вину перед Олизой и перед Ульяной. Хотя, в чём именно она состояла перед последней, было совершенно непонятно. Тогда у меня есть предложение. Какое? Я кассетку из дома прихватила. Её глаза заговорчески блеснули. И? Вообще не знаю, когда в последний раз смотрел или слушал кассеты. Кх-кх-кх. С клёвым фильмом. И где же мы здесь найдём видик? Я вспомнил это слово из прошлого и решил заодно проверить, верны ли мои догадки про временной период, в котором я нахожусь. Так уж какие гибернетики же? Нет там. Уверенно возразил я. А в дальней комнате? Её правда. Там он может быть. Ну, не знаю. В любом случае, уже поздно, наверное. Всё закрыто. Непонятное чувство вины перед Ульяной не давало мне сразу отказаться. Можно в окно взлезть? И химно ухумельнулась она. Ну, знаешь... Да, ты прав. Вот если бы был ключ... Надумчиво сказала Ульяна. Но ведь он был. У меня в кармане. Я только что об этом вспомнил. А, кстати, да, ключ-то есть! Надо было сначала думать, а потом говорить. Вот и отлично, тогда я сейчас быстренько за кассетой. А ты тут подожди. Я не успел даже открыть рот. Странно, что она совсем не удивилась, что ключ от кружка гибернетики тренинским образом оказался у меня в самое нужное время и в самом нужном месте. Ну, в любом случае, предстояло я решить, что же делать дальше. Самым правильным и самым логичным было бы никуда с ней не ходить. На самом, наное чувство вины. Да ничего такого криминального в том, чтобы посмотреть с ней кино. Вроде бы и нет. Но, с другой стороны, даже самое безобидное занятие с Ульянкой может превратиться в цирк с медведями. И это в лучшем случае. А еще неизвестно, что он за фильм. Может быть, это вообще что-то не... Не детское. Я уже и думать забыл о том, что произошло ночью о том, как я оголтела, выпытывал... Да что за слово такое, оголтела? Хватит повторять одно и то же слово. Выпытывал правду Алисы и Ольги Дмитриевны. Так. Не прошло и пара минут, как она вернулась. Опять задумался. Посмотрев на Ульяну, я смутился. Идем? Ну, слушай, ты же знаешь, что у тебя все идеи, как бы это сказать, не совсем безопасные. Опять же, чем-нибудь нехорошим закончится. Боишься? Ничего я не боюсь. Просто я уже взрослый человек, и такие игры меня не интересуют. Взрослый! Она рассмеялась. Действительно, я забыл, что выгружу лет на 17. И в чем это проявляется? Как не тяжело это признавать. Ну, сказать-то мне, по сути, и нечего. Чуваки, если кто не в курсе, если кто не сначала осмотрит, чувак просто попал в этот пионер-лагерь. Ему 20... Короче, типа, он... Ему столько же, сколько и мне, но он... 25 ему тут, наверное, сколько-то там... Ну, чуть старше меня, по факту. Вот. И попал сюда, ему стало 17. Вот и все. Сел в автобус и попал в пионер-лагерь. Был в свои... Ну, условно, наши дни. В 2015-17-м какой-то. Вот. Условно, короче, наши дни. Вот. А попал сюда, в 80-е пионер-лагерь. Как-то тяжело это признавать. Сказая, ну, сказать, ага, мне было бы суть и нечего. Ведь за все время здесь я не проявлял ни особой рассудительности, ни жизненного опыта, ни холодной взвешенной оценки ситуации. Другой вопрос. Проявлял я их хоть когда-нибудь в твоей жизни? И ведь даже если задуматься... Какие-то примеры я, конечно, вспомню, но... Ладно, пошли. Эти слова у Ленки настолько задели меня, что я спросил. А кто такой, по-твоему, взрослый человек? Тот, кто умеет отвечать за свои поступки. Тот, кто не делает чего-то, не задумываясь о последствиях. Человек способен взять на себя ответственность не только за себя, но и за других. Ты-то точно под твое описание не подходишь. Пытался отшучиться я. А я не по тебе говорю. Охмыльнулась Лена. Да, она была совершенно права. Подобными качествами я не обладал. Но мне всегда казалось, что если мне уже не семнадцать, то ничего больше и не нужно. Казалось, что я, в общем-то, ничем не отличаюсь от остальных людей. И если захочу, смогу быть точно таким же, как и они. Неужели всё не так? По факту нет, ведь в этом лагере я старался вести себя максимально логично, правильно, рассудительно. По-взрослому. Но если даже Ульянка мне в этом отказывает, как же тогда вообще выбраться отсюда? Мы вошли. Ульянке потребовалось некоторое время, чтобы найти выключатель. Вуаля! Молодец, браво! Я наигранно заглопал в ладоши. Ну, хватит издеваться! Она надула губы. Хорошо, и что дальше? Сюда! Ульяна подошла к двери, и во вторую комнату постояла некоторое время в неожиданности, и резким движением открыла её. Ну да, вот он видик, вот ангелик, всё, смотрите. Внутри было довольно тесно. Больше похоже, что это помещение использовали под кладовку. Коробки, громоздящиеся друг на друге, формировали некое подобие альпийского хребта. Различные приборы, раскиданные то тут, то там, напоминали мне о хаосе мыслей, стоящем в голове любого учёного, а стеллаж с книгами у дальней стены ясно давал понять, что это всё уже не просто склад никому не нужного барахла. Справа от меня на тумбочке стоял телевизор, а рядом ведём мне магнитофон. Тесно, что они были не советскими, а сами, что они на есть японскими. По крайней мере, с виду. Но что же в те времена, точнее для меня, в эти, тоже существовал импорт. Что я тебе говорила? Победоносная улыбнула Сулианка. Ну да. Видел когда-нибудь, что это... Видел когда-нибудь такое? Видел. Пожалуй, у меня дома где-то на Эндресоле валяется магнитофон. Видеомагнитофон. Ты что-то не удивлён совсем. А чему удивляться? Импортный телевизор, видак. Как будто часто такое видишь. Последнее время действительно нечасто. Лениво согласился я. Какой ты-то угрюмый. Очень блядно. На. Она протянула мне кассету. Я повертел её в руках, но не увидел ни одной наклейки, ни одной надписи. И что там? Я точно не знаю. Задумчиво сказала Ульянка. Но точно что-то интересное. О, вот это я и оставлю. Как это как-то? Так. Ну. Вскоре на экране появилась заставка одной известной американской кинокомпании. Вот, вот, смотри! Ульянка даже зазрелзла на месте от нетерпения. Смотрю. Через несколько минут я понял, что на кассете у неё записан один известный фильм. Восьмидесятых годов. Где из помощи выписали робота, чтобы кто-то там... чтобы кого-то там убить. Даже через сколько там лет не родился какой-то герой. Интересное совпадение. Нет, меня уже тоже, можно сказать, прислали из будущего. Что получается? Моя миссия убить кого-то из мельных обитателей? Я невольно засмеялся. Что смешного? Ульянка и украинзина посмотрел на меня. Да нет, ничего. Кому-то фильм не нравится. Фильм как фильм. Я его уже сто раз видел. Как это? Она широко раскилла глаза от удивления. Но... Друг давал кассету. Хм. Ульянка пыльцин обозрела на меня. Ладно, не отвлекайся. Я показал на экран. Магнитик, если это первая часть, то там точно есть ближе к концу то, о чём я подумал. Чуваки! Надеюсь, это цензурная версия была у них там. Или они не до конца посмотрели. Так, сохраняемся. Когда фильм дошёл примерно до... Вот, до середины. Всё-таки до середины. Там ближе к концу кое-что такое. Там же создавали Джона Коннора всё-таки, да? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Когда фильм дошёл примерно до середины, я услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь. Бывает, что когда у человека слабеет одно из чувств, остальные усиливаются. Я был прилично подслеповат. Зато слышал отменно. «Гаси свет!» Прошептал я. «Что?» «Свет гаси!» Улианка поняла, что со мной споить не стоит, и метнулась к выключателю. Я уже тем временем нажал на паузу. В другую... Ой, извиняюсь. В другой комнате послышались шаги, а по двею замелькал луч фонарика. Интересно. Кому понадобилось ночью прокрадываться в кружок кибернетики? Их здесь нет. Гроза Ольги Дмитриевны. Вскоре входная дверь захлопнулась, и я с оберчением вздохнул. «Видишь? Это опять всё-таки из-за тебя!» «Что?» Улианка удивлённо посмотрела на меня. «Ну а зачем она сюда ночью бы ходила?» «Наверняка нас искала!» «Если Алисе на твоё отсутствие, скорее всего, наплевать, то я-то прописан в домике у ажатой!» Она задумалась. «Ну и что такого?» «Что такого? Почему ты постоянно впутываешь в неприятности?» «Впутываешься!» «Тебя как будто это нравится!» «Так веселее же!» «Веселее, когда тебя постоянно ругают и наказывают!» «Кто не искует, тот не пьет шампанское!» Она весело взросохоталась. «Есть же и какие-то нормы, в конце концов!» «Ладно, пока у тебя всё без последствий обходилось, но кто знает, что дальше будет!» «Вот уже и доиграться!» «Ты поезжаешь, как старый гет!» Обиженно сказала она. «А кто недавно говорит, что меня нельзя назвать взрослым?» «Ладно, поехали! Давай фильм Даши смотреть!» «Я с ней не спо... Я не стал с ней спорить!» «В конце концов, мы уже на счётчике Ольги Дмитриевны...» «И нам уже капсда...» «Часом позже, часом раньше, особого значения не имеет!» «Ну да, опять это...» «Картинка...» «На каждом напряжённом эпизоде Ульянка вскакивала, вешала их и хватала меня за руку, иначе там до конца не досмотрят!» «Ой!» «А-а-а!» «Я же не был настолько увлечён фильмом, но всё же делал вид, что мне тоже интересно!» «Кроме злого робота, из будущего прислали также и доброго человека, чтобы помешать ему!» «Может быть, я как раз здесь не с целью стать бесплощадной машиной убийцей, а с целью наоборот?» «Сто предотвратить, изменить» «Или кого-то осеменить», «Помешать совершаться какому-то событию!» «Например!» «Или удержать кого-то от неправильного поступка!» «Так не посмотрите!» «Да-а-а-а-а...» «Всёныders!» «То-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! «То-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!»